Сегодня мы немножко поговорим про 38-ю страницу трактата Гитин. И мы уже говорили немножко с вами про Мишну на предыдущей странице, что здесь обсуждается слуга, которого похитили, и при определенных обстоятельствах, если даже его выкупили, все равно он остается слугой. И причина это тоже своего рода дикунолам, как говорится, из-за того, что иначе слуге будет выгодно, чтобы его похищали, он специально будет, так сказать, сдаваться, чтобы его похитили. Интересное рассуждение. Вообще большинство слуг, похоже, в те времена у евреев жили довольно неплохо и предпочитали быть еврейскими слугами. Но, видимо, они надеются на милосердие других евреев, и что если их похитят, кто-то их выкупит, они будут свободными, это еще лучше. Как бы там ни было, здесь, на нашей странице 38-й, в очередной раз возвращаются к теме, которая уже была упомянута в другом месте. Помните, был диспут Раби Ишмаэля и Раби Акивы про целый ряд разных стихов Торы, когда говорится, что что-то нужно делать, это обязанность или это разрешение, решут или хова. И вот один из диспутов связан как раз с освобождением слуг. Тора говорит по отношению к нееврейским слугам, что они всегда будут слугами. Раби Акива считает, что это решут, если хочешь. То есть, в смысле, Тора подчеркивает, что еврейских слуг нужно отпускать после шести лет работы, а нееврейские, если хочешь, они могут себе служить вечно. А вот Раби Акива считает, что это хова, то есть не имеешь права освобождать своего слугу. И интересно здесь приводится, что Раби Акива, который был учителем Раби Акива, тоже считает, что это хова, и тем не менее, это не такая уж сильная обязанность, что когда есть причины серьезные, то разрешали освобождение слуг. И вот один из примеров, который приводится, известная история, которая также в трактате Брахот приводится, что однажды Раби Акива пришел в синагогу, и не было миньяна. И он освободил слугу, и получилось, что он был десятым миньяном. Представляете? Вот такая вот история. Получается, что не только, что можно ради миньяна освободить слугу, для такой митзвы, митзва дарабим, чтобы был миньян, но вдобавок интересно, что человек потерял уже кучу денег, освободить слугу, это не такая маленькая сумма денег, слуги стоили дорого, вот он это все был готов, чтобы хотя бы один миньян. Знаете, как мы должны оценивать возможность молиться с миньяном, если человек был готов освободить слугу, чтобы был миньян. И заодно здесь несколько агад интересных, говорится, что балы батим, да, простой люд, так сказать, богатые, богатые евреи, теряют своего имущества, беднеют из-за трех вещей. Первое, что они освобождают своих слуг, да, это вот по мнению, по которому нельзя освобождать слуг. Кстати, а почему действительно, в чем проблема, если будут свои слуги? Я видел такое объяснение, кажется, у раба Виктора Миллера, что, вы знаете, очень плохо, если к еврейскому народу добавляется ненастоящий герем. Мы как раз вот недавно читали в главе Бегалотха, да, про асавсуф, большинство считает, что это и есть эребрав, что асавсуф привели всех евреев к греху, сами захотели там мяса, и другие тогда заплакали. Они, так сказать, мутят воду обычно и приводят остальных тоже, да, если люди, в общем, всем были довольны, то их легко можно сделать недовольными, если есть всего несколько зачинщиков, которые семья говорят, как все плохо. Так вот, когда к евреям добавляются люди, которые на самом деле не хотели переходить в иудаизм, и не по правильным причинам перешли, то из-за этого могут быть куча проблем. Поэтому, в принципе, Тора не хочет, чтобы были ненастоящие геремни, те, которые от чистого сердца приходят, как Рут, например, праведница, а вот когда освобождают слуг, они же становятся евреями, освобожденный слуга, он уже соблюдал почти все заповеди, он соблюдал больше сейчас заповеди Тора и до этого, освобождая его, ты делаешь его евреем фактически, но он никогда в иудаизм не приходил добровольно, поэтому ты просто добавляешь пятую колонну внутрь страны. Поэтому, когда массово будут освобождают слуг, это плохо. В общем, говорится, что балы и батин теряют свое имущество из-за трех вещей. Освобождают слуг. Второе, что они прямо по субботам рассматривают свое имущество, смотрят, где что нужно починить. То есть в субботу занимаются фактически будничными вещами. Пусть не работа мамаш, тогда в субботу не скриняли мамаш, но, по крайней мере, вот так вот рассматривают, что где починить. И третье, что они трапезу в субботу устраивают во время, когда пьет медраж, когда нужно было в синагогу пойти услышать слова Торы. И также заодно описываются две семьи. Одна устраивала трапезу перед субботой, то есть чтобы, получается, если в пятницу человек наелся, то потом в субботу первую трапезу ночью не ест с удовольствием. Они постоянно устраивали трапезу в пятницу. А вторая устраивала трапезу в субботу, но во время, когда у них положено было идти в синагогу, во время пьет медража. И та и другая семья закончила плохо. Вот такая интересная гада. И на этом мы на сегодня закончим. Если вам нравится это видео, пожалуйста, жмите лайк.